С 1 июля многие организации получили квитанцию от предприятия «Водосток». В первую очередь это те, кто пользуется городской ливневой канализацией. Автомойки, стройки, санатории, гостиницы, торговые центры. Все они уже заключили договоры на водоотведение. Торговый дом товара из Германии одним из первых заключил договор с МУП «Водосток». И сделали свой небольшой скромный вклад в улучшение экологии города Сочи. Организованный сброс воды в ливневую систему – залог хорошего санитарного состояния нашего города. Чистое море, отсутствие подтоплений дорог и пешеходных зон, дождливую погоду – не только задача города, но и каждого из нас. Мое мнение, что бизнес должен быть социально ответственным. Заключение договора с МУП «Водосток» – такая же необходимая мера, как и заключение договора на вывоз мусора. Исключениями являются лишь некоммерческие и бюджетные организации и те управляющие компании, в виде которых находятся многоквартирные дома. Почему заключили договор? Чтобы организация МУП «Водосток» заботилась и дальше, уже после проведения наших работ, уже городских сетях. Долгое время ливневое хозяйство никому не принадлежало. Теперь оно находится на балансе муниципального монетарного предприятия «Водосток», которое обязано при наличии средств навести порядок в этой системе. Предприятие набирает, так сказать, базу данных. Все физические и юридические лица обязаны в эту базу данных войти, абонентский договор заключить. И эти средства, которые получит муниципальное предприятие «Водосток» от абонентских договоров, от содержания ливневых стоков и систем, пойдут на восстановление этих систем, а также на развитие новых систем. Сейчас подготавливается, утверждается новый план реконструкции этих систем и строительства новых. Тарифы на водоотведение были утверждены городским собранием Сочи. Теперь инспекторы абонентского отдела «Водостока» разносят извещение, а сотрудники нового МУПа уже приступили к ремонту старых сетей. Елена Всецкая, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...